Друзья, я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня встретиться с вами в рамках проектов Директ Академии. Наше издательство, вы понимаете, что я издатель, директор и плановый редактор издательства «Усть Мир», нам тесно сотрудничает издательством «Директ Медиа», «Директ Академии» и с университетской книгой, великолепной электронной любви отечественной системы, которой пользуются очень много людей, прежде всего в системе высшего специального образования. Конечно, наших книг там тоже достаточно много. Для сегодняшней нашей встречи я предложил такую тему «Переводная научная литература как необходимый элемент качественного образования». Я имею в виду, имею прежде всего дело, конечно, с книгами, с научной литературой. И для нашего издательства переводная литература – это важное направление нашей деятельности с самого начала нашей работы. Ну вот я попробовал такой небольшой план вам предложить, назвав его ракурсами. «Издание переводной литературы», «Национальные различия в отношении к переводной литературе», «Переводная обществовическая и гуманитарная литература в России» и, наконец, «Значение переводной литературы». Я назвал это ракурсами, потому что это не главы вот той устной как бы аудиокниги, которую я собираюсь произнести. Но я гарантирую вам, что эти ракурсы, эти темы, они все сегодня прозвучат, мы их обязательно затронем. Самое главное, что я хотел бы подчеркнуть, и вот уже Татьяна говорила об этом, как о том, что я какие-то секреты собираюсь раскрывать. Ну, великих секретов вряд ли я с вами с великими секретами могу поделиться, но, тем не менее, конечно, разговор о переводной литературе вообще, о научной литературе в частности, я буду вести, как бы находясь изнутри мира книги, изнутри мира книжной культуры, поскольку я не внешний наблюдатель, как вы понимаете. То есть я не профессор, я не читаю лекции, я не пишу об этом, или почти не пишу в каких-то журналах. Вот, если я пишу, то это уже, так сказать, какой-то такой очень профессиональный текст издательский. Вот, но для нас очень важны, наши издатели, для всех, кто имеет отношение к книге, для авторов, а многие из вас, я уверен, что-то пишут тоже, особенно если это преподаватели, и, конечно, мы все читатели. Но и для авторов, и для читателей, по опыту, 30-летнему опыту своей работы в издательской сфере, я знаю, что многие стороны нашей деятельности издательской и переводной являются, ну, скажем так, если не секретом, если не тайной за семью печатателями, то, во всяком случае, малоизвестно. Вот я постараюсь об этом вам сказать. Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что, конечно, как вы все прекрасно знаете, переводы, переводы текстов, они появились в человеческой культуре практически одновременно с письменностью. Вот, ну, один из самых древних, наверное, это вот примеров, первый в истории договор между двумя великими державами, между древним Египтом, который тогда не был древним, и хетской державой, находившейся на Малой Азии, в Малой Азии на полуострове Малоазийском. Вот он имеется в иероглифическом виде, так сказать, записанный на стене египетских построек, и не так давно он был найден, этот же договор, на хетском языке, на глиняных, табельщиках, клинописных на территории Турции современной, в Малой Азии. Это уже перевод, так что переводы с нами были всегда. И они и остаются с нами. Ну, мы, собственно, привыкли, но вот к тому, что... И даже не всегда себя отдаем в этом отчет, что переводы вот с детской литературы и по всем этапам жизни с нами проходят. Ну, вот, кстати, я не случайно выбрал здесь книжку про Буратино. Вы знаете, что книжка называется «Пиноккио». Но Алексей Николаевич Толстой, как было принято тогда, любил пересказывать. Поскольку авторское право не очень соблюдалось в XIX веке, да и в 20-е и 30-е годы, то вполне появлялись легко такие вот тексты. Сейчас, конечно, с авторским правом все выглядит совсем по-другому. Но переводы к книжной культуре – это необходимый ее элемент. Во всех элементах культуры. Вы знаете, у нашей сегодняшней встречи я вот хотел бы... ...вон это... ...так... Олег Александрович. Олег Александрович, начинает связь немножко у нас... начинает подвисать. Давайте сейчас попробуйте обновить страницу. Прошу прощения, что прерываю. И, выйдя в эфир, давайте попробуем отключить камеру, оставить только звук. Коллеги, все нормально, не волнуемся. Олег Александрович к нам сейчас вернется. Ну вот сегодня, да, немножко у нас... ...связь немножко подводит. Да, ничего страшного, в принципе, не происходит. Техника есть техника, интернет есть интернет. Поэтому просто немножко подождем. Если, напоминаю, коллеги, если есть какие-то вопросы к спикеру, то, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы» можно будет их написать. И презентацию сегодняшней встречи можно скачать из вкладки «Файлы». Спасибо. Так, Олег Александрович. Давайте я сейчас пока отключусь. Олег Александрович, вы с нами? Я отключил камеру, надеюсь, что будет слышно. Да, вот сейчас слышно, все, я отключаюсь. Коллеги, продолжаем. Если звук будет пропадать, пожалуйста, в чат тоже сигнализируйте. Но не волнуйтесь. Все, Олег Александрович, продолжаем. Да, хорошо. Про французскую... Про французскую... Про французскую ярмарку, пожалуйста. Про французскую ярмарку, да, я скажу, конечно. Дорогие друзья, я специально выбрал эту картинку, потому что многие из вас знают, что в Ниндзе ярмарке в Москве у нас не было, где там 5-8 годных, это ярмарка, ярмарка, ярмарка. Но если вы привыкли к тому, то, что все зависит от того места, куда вы будете приходить в пассивDER. Если вы приедете на трассу, кто идет ярмарка, как в спецназе, выделите, как в спецназе бункеры, вы можете попасть в не только к институту, не в предмастер. Я учитываю, но все работы, работают. Она работает только для профессионалов. Вы видите, что это нельзя, и ты чего-то соответствует. Почему? Потому что это нельзя. Нельзя и армия. А вот это не нужно. Она, это материал, как кирпичный прав. Право на перевозы, прежде всего. Перевозы, индивидуальные, гражданские, которые работают на своих организациях. И писатели, и авторы, и агенты. И они собираются для того, чтобы сделать произведение того или иного автора, изданного в Исландии или в Японии, доступным в Китае или в Германии. Вот такое, так сказать, мероприятие. И оно, конечно, собирает колоссальное количество людей. Особенно это было, конечно, в доковидную эпоху, до 9 тысяч. И это очень хорошо подчеркивает роль и значение переводов. Конечно, не только переводная литература там представлена. Вот я небольшую подборочку сделал. Знаете, когда мы начинали издавать собрание щенения Михаила Сергеевича Горобачева, на сегодняшний момент издано 29 томов у нас. Вот первые 5 томов мы представляли во Франкфурте тоже. И Михаил Сергеевич приехал. Вот здесь вы видите встречу с ним журналистов. Он у нас на стенде издательства «Весь мир» был. Ну и мне пришлось немножко командовать своим самым знаменитым автором. Одним из двух Нобелевских лауреатов. Сейчас у нас есть и второй Дмитрий Муратов. Так что вот особость Франкфурта, книжного Франкфурта, с его вниманием к переводам, к новым книгам – это характерная особенность не только, конечно, этой конкретной ярмарки, но и всего книжного мира. Вот на котором наше издательство представлено уже 27 лет. Я вот хочу показать вам, собственно, и потом, может быть, к этому только изжидкой обращаться, какого рода литературу мы издаем. Вы у нас не найдете, к сожалению, детских книг, это не наше дело, школьных учебников. Мы издаем литературу по общественным наукам, гуманитарную литературу, очень много работаем с институтами Академии наук. Институтом всеобщей истории, институтом истории, институтом социологии, международной экономики и международных отношений, институтом США и Канады, издавая литературу, свойственную профилю этих институтов. Ну и, конечно, профессура, университетская профессура, авторы, как из Петербурга, Москвы и других городов у нас, естественно, тоже публикуются. Но изначально для нас всегда особую роль играли переводы. И вот более того, вот наша первая книга, на которой появился импринт всего мира, это была переводца шведского книга шведского социолога Перра Монсона «Лодка на аллеях Парку. Ведение в социологию». Ну, конечно, это классическая книга для студентов, изучающих социологию. Особенно важно было ее издать тогда, в 95-м, когда литературы по социологии у нас было еще немного, особенно мало было переводной литературы. А в той книжке, которая Перра Монсона, которую здесь мы издали, там были и, соответственно, методические и методические советы для социологов. Как же рождается современная переводная книга? Вот я тоже хотел об этом с вами поговорить и рассказать, потому что мы, естественно, получаем разные предложения постоянно. И часто не вполне люди, предлагающие тот или иной проект, понимают, как вообще переводная книга появляется на свет в том или ином издательстве. Ну, конечно, прежде всего, издательство ориентируется на своих экспертов, которые у нас есть. Это эксперты, это наши авторы, это наши друзья, это ученые, это профессура в той или иной сфере, в которой издательство чувствует свою уверенность. В данном случае я уже перечислил, какие сферы для нас важны. И, конечно, наши авторы, наши эксперты, они нам говорят о том, что, собственно, нового происходит. Ну, и мы сами, естественно, тоже следим за новинками, возникающими в тех или иных странах, появляясь на тех или иных языках. Ну, когда такое предложение появляется, оно серьезное, да, вот смотрите, написал новую книгу Юрген Хабермас, допустим, да, немецкий выдающийся философ и социолог. И мы начинаем изучать этот вопрос, насколько целесообразно предпринять ее издание, какие перспективы. Если же нам, я упомянул Юргена Хабермаса, с которым мы работаем уже 25 лет, там больше даже, но если это не знакомый нам автор, то, конечно, надо выяснить, кто распоряжается правами на книгу. Сам ли автор, или у него есть литературный агент, или права принадлежат на перевод другому издательству, в котором, в той стране, где он впервые издал свою работу. И это определенная работа, это надо найти. Вот так просто взять любую книжку и опубликовать невозможно. Ну и когда, конечно, этот вопрос выяснен, начинаем изучать вопрос, есть ли возможность получить какую-то субсидию на перевод, чтобы покрыть хотя бы часть затрат на издание. И вот только после всего этого уже заключается договор между издателем, желающим публиковать перевод, и правообладателем. И соответственно, издательство принявшее такое решение, оно, конечно, может иметь в виду тех людей, которые с ним работают, но так или иначе оно определяет уже, кто будет переводчиком книги, кто ее будет редактировать, и процесс идет дальше, книга уже включается в конкретный такой производственный план. Вот так вот примерно во всех странах мира, это общее правило, примерно так рождаются современные переводные книги. Вот бывают, конечно, разные истории. Я вот хотел одну очень короткую историю рассказать о рождении одной из книг. Для нашего издательства это была знаковая книга. Это книга Николя Верта «История советского государства». Это самая тиражная книга, которую мы издали. Она выдержала 4 издания и была напечатана тиражом порядка 180 тысяч экземпляров. И что для нас не очень характерно, она получила статус учебника и очень широко использовалась в России практически до середины 2001-го десятилетия 21-го века. Но когда Николя Верта тогда молодой еще человек, а вот вы видите, он здесь внизу, вот его портрет внизу слайда, появился у нас в издательстве «Прогресс», где я тогда работал, я с проектом этой книги, которую он писал по-французски для французских студентов, вот, я вспомнил книгу, которая на меня произвела огромное впечатление в моей юности, а это книга его отца Александра Верта «Россия в войне 41-45-го года», вот, изданная издательством «Прогресс». Тогда, в 60-е годы, в годы оттепели еще не закончившиеся, эта книга этого знаменитого журналиста, потомка русских эмигрантов, она произвела колоссальное значение, и мне она ужасно нравилась, и, конечно, когда его сын появился с новой книгой, то ему все ворота были открыты, все дороги, и тем более, вы его хорошо знали в наших, в Московском университете, у него было очень много друзей, и все, конечно, мечтали помочь издать эту книгу, и это было очень успешным проектом. Вот так вот, например, появился на свет наш бестселлер, который в свое время сыграл очень большую положительную роль в процессе преподавания истории в высших учебных заведениях в Тарстане. Ну, мы, как вы понимаете, переводим с разных языков, вот здесь есть перечень, это больше 20 языков, с которых мы переводим литературу на русский язык. Конечно, по-разному это складывается, вот с турецкого, например, мы немного переводили, но переводили, намерены и дальше это делать. Здесь нет японского, скажем, языка, но проект такой у нас есть. Мы, наверное, в ближайшее время тоже издадим книгу в переводе политологического характера с японского. Ну, это достаточно большой набор языков, с которых мы переводим. А вот если посмотреть на все годы работы издательства, то тут картина вообще может быть довольно любопытная. Вот мы, смотрите, мы взяли и решили представить одну страну одним автором. Вот, начиная, вот Австралия, Стюарт Маккентайр, который написал краткую историю Австралии, мы ее издали. Политолог Парвин Дарабади, замечательный азербайджанский, который написал книгу о Каспийском регионе, о Каспии в геополитическом ключе. Знаменитый аргентинец Ферик Слуна. Он не только был историком, но он еще и писал стихи. И на его стихи была в Аргентине положена песня, мелодию которой мы знаем как ведущую мелодию, главную тему фильма «В мире животных». Вот, например. Других, кстати говоря, по произведению этого автора не было на русском языке. И многие из кого мы издаем, это впервые эти люди издавались на русском языке. Как, например, вот Анатолия Форчеллина, это Антонио Форчеллино. Это замечательный итальянский реставратор, который написал изумительную биографию, научную биографию Микеланджело, которую мы издали. Ну, половину, во всяком случае, стран, членов организации наций мы нашими авторами представляем. Если же по одному автору представлено, ну, а мы, конечно, издаем намного больше авторов из той или иной страны. Ну, такая вот примерно палитра получается. Как вообще обстоит дело с переводами в книжном мире? Здесь надо прежде всего иметь в виду главные отличия переводного издания от оригинального. Конечно, оригинальных книг во всем мире в каждой стране издается больше. Немецких книг на немецком языке издается больше, чем переводов на немецкий язык. И так в любой стране. Здесь, вот я уже затрагивал правовые, так сказать, основы переводных изданий. Здесь достаточно сложная картина, потому что действительно перевод... Во-первых, я хочу напомнить, что у нас действует действующее авторское право запрещает свободно использовать произведения, созданные в течение жизни автора, и за 70 лет, должно пройти 70 лет после его смерти. Вот только после этого, 70 лет после смерти автора, произведение автоматически попадает в разряд вообще доступных. То, что называется public domain, да, становится общественным достоянием, и им можно пользоваться. То есть там, Дюна, допустим, книги там, это Вальтера Скотта, можно совершенно спокойно издавать на любом языке. Переводить или там издавать по-английски, в данном случае, или по-французски. А вот в прочих случаях надо, если 70 лет после смерти автора не прошло, вот возьмите, отнимите от сегодняшнего года 70 лет, то вы получите вот эту грань, которая пролегает между общественным достоянием и тем, что требует заключения лицензионного договора. Но это, что называется, авторская часть. Но есть еще и переводческая, если мы говорим о переводах, то, конечно, переводчик тоже является автором, автором своего перевода. Другой разговор, что может быть несколько переводов одного и того же произведения. Но так или иначе своего произведения автор, переводчик является правообладателем. И с ним, конечно, надо тоже заключать договор. Но все это достаточно сложно, и все это сложнее, чем в работе с оригинальными изданиями. Поэтому, конечно, те, кто берутся за переводы, то это, как бы, я имею в виду, издатели, берущиеся за переводы, они берут на себя дополнительные обязательства и несут дополнительную и тяжесть, и ответственность. Кроме того, что я сказал, а мы говорили сейчас о правовых особенностях работы с переводами, существуют и особенности редакционной подготовки. Но начнем с того, что просто не все редакторы знают те языки, на которых написано то или иное произведение. Поэтому знание иностранных языков всячески поощряется в тех или иных издательствах и в тех кругах, которые вокруг издательства существуют. Это круг редакторов, экспертов. И, конечно, если, ну, например, я китайского языка не знаю, а китайская программа у нашего издателя достаточно мощная. Естественно, я в полной мере опираюсь на суждения китаистов, которые работают с издательством, которые являются нашими авторами, которые с нами дружат, и они помогают нам советами в том, чтобы мы сориентировались в той или иной литературе и сумели подобрать переводчиков, собрать, если это коллектив переводчиков, способный справиться с той или иной задачей. Вот сейчас мы издали книгу «Система китайских ценностей», и всю работу по переводу возглавлял замечательный китаист, доктор философских наук, которым мы отметили в этом году 90 лет, Владилен Георгиевич Буров, который Пекинский университет в 58-м году окончил. И до сих пор бодр, и, конечно, пользуется огромным авторитетом и в Китае, и в России. Кроме этого, при работе с текстом нам приходится иметь в виду, нужно обязательно представлять себе особенности другой книжной культуры, в которой возникло произведение, которое мы переводим. А они бывают очень большие. Начиная просто со стандартов, оформления там ссылок, если речь идет о научной литературе, которой мы занимаемся, библиографические ссылки иные, это структуры книг иные, нередко другие представления людей, как правильно скомпоновать материал. Хотя, конечно, научная книга имеет общие культурные, общечеловеческие традиции, это достояние всего человечества. И тем не менее, эти различия велики. И если мы руководствуемся российскими стандартами, то, когда мы имеем дело, скажем, той же антиамериканской литературы, мы смотрим, какие справочники используются там для научных изданий. Там Chicago Manual of Style, скажем, вместо нашего госстандарта действует. И то же самое приходится иметь в виду, когда мы имеем дело там с другой книгой, другого языка. Ну и, конечно, когда ты занимаешься переводной литературой, это просто больше времени занимает, чем когда ты издаешь книгу русского автора, которой все сотрудники издательства знают русский язык. Вставщики, корректоры и младшие редакторы. А, конечно, когда переводная литература, тут возникает определенная проблема. Это требует больше времени и сил. Наконец, и это, конечно, самые главные отличия маркетинговые, то это отличия, я назвал их маркетинговыми отличиями, они возникают, когда мы думаем о судьбе книги на конкретном книжном рынке, ну, в данном случае, на российском. Любое переводное издание в любой стране, оно всегда дороже в подготовке, чем книга, написанная на оригинальном языке. Это понятно. Вот в силу тех особенностей, которые мы уже обсуждали. Не нужен перевод. Пришел человек, он написал книгу, если он очень грамотный, если он очень опытный автор, то работы с такой книгой намного меньше, она намного проще. Она занимает меньше времени, меньше усилий, чем работа переводная. И, естественно, когда то или иное издательство в той или иной стране решается взяться за перевод, оно, конечно, рассчитывает, что оно сможет оправдать свои расходы, и, соответственно, тираж будет достаточно велик для того, чтобы эти расходы покрыть. Поэтому стараются выбирать книги, ну, беспроигрышные, или, иначе говоря, когда мы говорим о научной, серьезной литературе, книги, написанные известными людьми, крупными именами, еще лучше, какими-то гуру, великими авторами, знания работ которых является обязательным. И это очень сильно влияет на количество изданий переводных в программе того или иного издательства. Есть издательства, которые вообще переводной литературой не занимаются, это нормально, а есть те, у которых это достаточно большое место занимает. У нас разные этапы, это занимало тоже разное место, место, и это объясняется развитием книжного дела, развитием общества и технологий. Вот я приведу такой пример. Вот видите, в свое время мы издали, издавали довольно много словарной литературы, энциклопедической, в том числе переводной. Вот здесь только переводные вещи, либо оригинальные на языке. Ну, вот, в частности, девятитомная Оксфордская иллюстрированная энциклопедия, она есть в очень многих библиотеках, это при том, что она была создана в издательстве Оксфордского университета, в Оксфордском университете, у нее очень высокий научный уровень, она, тем не менее, носит, ну, достаточно популярный характер. Мы ее поэтому и выбрали. Она была нами издана, первые тома появились в 1998 еще году, и просуществовала на рынке почти два десятилетия. Равно, как и тематические словари, полноологичные словари, мир, страны, народы, достопримечательства. Это тоже Оксфордское издание, здесь мы просто вот показываем несколько книг, которые возникли из нашего сотрудничества с Оксфордским университетом, с издательством Оксфордского университета. Но вы знаете, что развитие интернета, компьютерных технологий, IT, практически ликвидировали эту отрасль, как печатную, как отрасль печатной книги, это жанр энциклопедии и словарей, он почти умер в печатном виде. Они все практически перешли в интернет, или, во всяком случае, в электронную форму. Это непростое дело, на самом деле, и неоднозначный этот процесс, потому что традиционная энциклопедия, которая проходит в особенно серьезной национальной энциклопедии, как большая советская, скажем, или большая российская энциклопедия, она намного надежнее как источник, чем та же Википедия, которая непонятно кем делается, и непонятно, кто за что отвечает. Там очень опасно ее пользоваться. Но так или иначе, все-таки для словарных, словарно-энциклопедических изданий ступили другие времена, и из печатной формы они полностью перешли в сферу информационных технологий. Ну, иначе выглядит, конечно, с книгами такого монографического характера. Вы знаете, вот у нас в нашем издательстве есть очень интересный проект, он уникальный, он называется проект «Национальная история». Вышло два с половиной десятка книг. Мы поставили перед собой задачу представить национальные отечественные истории, то есть истории разных стран, написанные авторами, для которых это история отечественная, то есть поляк пишет историю Польши, «Аргентинец. История Аргентины». И мы все это перевели на русский язык и продолжаем переводить. У нас вышли новые книги в этом году, это и «Бельгийский лабиринт», это «История Бельги» и «История Канады». Зачем это нужно? Вот в контексте переводной литературы разговор. Зачем вообще нужна переводная литература? Ведь может, профессор Согрин, Владимир Викторович, наш замечательный американист, у него есть и не одна книга, и мы их издали, «История США». «История США», «История политических партий США». Мы сейчас издаем книгу, готовим книгу по двухпартийности. Но это точка зрения очень опытного, замечательного ученого, но российского. Она никогда не будет такой же, как у американского автора, живущего в штате Орегон. И тем более, не способен никто, и да это и невозможно, влезть как бы в шкуру человека, ну скажем, венгра, и написать историю Венгрии так, как ее напишет Венгра. А это очень важно. Мы же не одни на этой планете. Это все страны наши соседи, это все страны в глобальном мире, с которыми мы взаимодействуем по этим вопросам. И надо знать, а что люди думают сами о себе. И вот мы стараемся отбирать этот очень сложный процесс наиболее надежные, наиболее репрезентативные книги, которые отражают национально-историческое самосознание той или иной страны. Да, они написаны учеными, но поскольку они успешны в своей стране, вот как история Мексики, которая повернута лицом, вот справа в нижней части слайда, вот она, вот она, история Мексики, она написана авторами из Коллегио Дель Мексико, который, это такой институт, общественный институт, независимый институт, и в Мексике во многих вузах ее пользуются как учебник. В то же время это общий очерк истории Мексики. И если вы будете читать, у вас будет другой образ страны совсем, чем тот, который у вас складывается на основании чтения газет или еще чего-то. Это очень важно. В этом мы видим нашу, в том числе, миссию. Конечно, такие книги должны быть в библиотеках. И те же студенты, которые занимаются историей, политологией, социологией, они обязательно должны читать не только учебники нашей профессуры, но и источники и по той или иной дисциплине, по той или иной сфере знания, которые созданы на других языках. Весь мир переводит. Вы знаете, есть у нас день перевода, есть в ЮНЕСКО такой проект, который называется Индекс Трансляционум. Трансляционум, наверное, так надо сказать. Кто больше всех переводит? Вот посмотрите, это не самая свежая статистика. К сожалению, в сайте ЮНЕСКО проходит обновление. Мне не удалось обновить полностью сведения, но, во всяком случае, десятка за длительный период времени стран, которые больше всего переводят на свой язык книг и произведений из, написанных на других языках, она выглядит примерно так. СССР, здесь данные, видите, попал на пятое место, впереди стоит Германия, в всяком случае, европейские страны и Япония лидируют в этом долговременном списке. А теперь посмотрим на то, какова, так, минуточку, по-моему, я пропустил один, с каких языков больше всего переводят, вот слайд, и вот здесь абсолютно лидирует английский, намного опережая французский и немецкий. Русский здесь выглядит неплохо, но, вы знаете, это за большой период времени, конечно, сейчас это все упало, его доля, но вот английскую она стала колоссальной. Это примета нашего времени, английский стал лингво франка, конечно, вот, то есть языком международного общения, и они стараются в полной мере воспользоваться этим, но это приводит к определенным операциям восприятия мира. Вот мы в свое время издали книгу «Похищение истории кембриджского профессора Джека Гуди». Это системная критика европоцентризма. Сам он англичанин, он антрополог выдающийся, он пишет о том, что вместе с языком, с английским языком по существу передается и самим, конечно, англичанам, и остальному миру своего рода европеоцентричный и во многом англо-соунацентричный взгляд на мир. А это очень, это не очень хорошо, а иногда просто очень даже и опасно. И вот эта табличка, это вот я ее составлял как раз свежие здесь данные видите в скобочках, но они, вот я выбрал 8 стран, чтобы представить, показать, как собственно складывается ситуация с переводной литературой в разных странах мира. И вот моя родная Латвия, а я родом из Риги, откуда правда уехал в 73-м году, 43% всего, что в ней издается в Латвии, это переводы. Данные 2014-го года, но сейчас, я думаю, ситуация не изменилась. В Польше почти 20%. Во Франции 17%. Франция, кстати, во Франции это не результат того, что мало своих авторов, как, например, что характерно для Латвии или стран подобных, но это открытость миру, это открытость и внимание к тому, что создается в тех или иных культурах другими авторами, что издается на других языках. Вот здесь на России наши показатели весьма такие типичные. Хотя, конечно, надо иметь в виду, что в этой общей статистике много Вальтера Скотта и, я специально употребляю классику, Виктору Гюго. Вот, но чтобы вычленить процент переводной литературы современной, тут уже, так сказать, нужна другая статистика, более внимательно. Но что характерно, это вот очень низкий процент переводов как раз в Великобритании и в США. Это, кстати, очень заботят специалистов в этих странах. И в этих странах практически нет программ поддержки переводов с этих языков на другие. Такие программы есть почти во всех странах Европы. Там, в той же Польше, во Франции, Германии, в России почти нет. А вот в Великобритании это принципиально. Они свои переводы не поддерживают и так переведут, считают специалисты там. Что касается Китая, ну, в Китае все необычно. Они очень много издают. Это огромные цифры. Процветает издательское дело. Оно во многом напоминает то, что происходило в Советском Союзе, конечно. Вот очень много директивной литературы, образовательной литературы, но переводами они тоже занимаются. И при их очень большом количестве книг, вот эти их три с небольшим процентом переводной литературы в абсолютных цифрах, это очень большая величина. Наши книги, наше издательство, вот мы на китайский, они уже перевели две или три книги за последние годы. Вот у нас кстати книги, которые недавно мы в последнее время издавали. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые из них. Вот в левом верхнем углу, вот здесь надо бы ее побольше, вот эта книжечка, называется «Новая литературная история Америки». Она вышла буквально месяц назад. Это книга, самая толстая книга, которую издало издательство «Весь мир» за более чем 25 лет своего существования, в ней 1168 страниц. Мы готовили ее 7 лет, и она представляет собой уникальный проект Гарвардского университета, издательство Гарвардского университета, описывающий не просто историю литературы, а это скорее действительно литературная история Америки, то есть история Америки через литературу, через культуру, даже через мюзиклы, через фильмы. Это не только произведения чисто литературного характера. И эта книга, конечно, вот сейчас пользуется большим спросом, мы это чувствуем, и что характерно, она пока-то существует только в печатном виде. Не все, что сейчас может выходить, оно доступно в цифровом. К сожалению, эта книга нет. Вот остальные книги, которые вы видите, они доступны в цифровом виде, а вот это, к сожалению, нет. Таковы условия контракта лицензионного с Гарвардским университетом. Вот я тут хотел бы обратить внимание тоже на книгу «Система китайских ценностей», которую я упоминал. Ну, это по существу книга об основах китайской цивилизации. Блестящий перевод. Эта книга создана авторами из Китайской Академии общественных наук и, соответственно, переводилась и готовилась в рамках Российской Академии наук. Впервые мы перевели на русский язык книгу Монте-Скио «Размышления об универсальной монархии в Европе». Как ни странно, видите, классик, а вот такая книга, она переводится на русский язык впервые, и она очень актуальная, поскольку Монте-Скио задается вопросом, а возможно ли глобальное, в данном случае европейское лидерство одной страны, его ответ отрицательный. Но эта книга дождается тщательного изучения, тут очень большой комментарий к ней, она сделана академически, по всем правилам академического издания. Ну и вот, в частности, я показывал и финские книжки, видите, «Ратная дорога на Раат», это книга к тему Кескисария финского историка о драме Зимней войны, когда погибли наши две дивизии зимой 39-40-го года, и вот перевод со шведского финского автора Энрика Минандера биография Маннергейма. Вот я просто на этих книжках показываю, как строится вот эта переводная литература и программа переводной литературы в нашем издательстве. Ну и не могу не упомянуть книжку о китах и китобоях с норвежского, это история китобойного промысла и книга о том вообще действительно как мы чуть не уничтожили самое большое животное на земле. Это книга о защите природы, но она очень драматичная. для тех, кто любит биографии, у нас есть серия магии имени. И вот здесь я тоже, говоря о переводной литературе, хочу подчеркнуть, вот посмотрите, здесь есть удивительные книги. Вот, например, трехтомная биография Тура Хейрдала, написанная другим путешественником, Рагнером Кваном, трехтомником. Тур Хейрдал самый знаменитый норвежец. Это его книга о Кантике, путешествия на плоту Кантике, одна из самых публикуемых книг за всю историю мирового книгоиздания, по всем рейтингам. В России его очень хорошо знают, он много у нас бывал в Советском Союзе, потом в России, но вот хорошей биографии самого Хейрдала у нас не было. И вот этот трехтомник рассказывает об этом очень интересном человеке, он рассказывает о том, о чем мы, ну, большинство людей, конечно, знает очень мало. Ну, в частности о том, что он был первым норвежцем, который вступил на освобождение от нацистов землю в рамках Петцава-Керкенесской операции Советской Армии в 44-м году. Он вел передачи в свободной Норвегии на радио. Вот, у него были непростые отношения с женщинами, у него были очень интересные проекты, он стремился к славе, и это был непростой процесс. Вот этот трехтомник, конечно, это, только норвежцы могли создать такую книгу. Так же, как только наверное, англичане могли написать такую книжку о Шекспире, это о шекспировском вопросе, кто же все-таки был автором шекспировских пьес. Вот это давний вопрос, Шекспир ли или кто-то другой. Здесь есть свой герой на это. Но книга, книга о проблеме авторства Шекспира, она просто потрясающая. Здесь масса интереснейших документов и масса находок, которые, конечно, никого не оставят равнодушными. Они, конечно, для любого филолога просто необходимая вещь. Но я вот в данном случае говорю о значении переводной литературы на русский язык. Но нам иногда приходится заниматься переводами на иностранный язык. вот я уже упоминал, что мы работаем очень интересно с Горбачевым фондом, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым много лет. И иногда мы издаем кое-что, так сказать, на английском языке, в частности The Road with Jowl the Challenges of the Pace. Это книга Горбачева на английском, которая очень, так сказать, внимательно была встречена во всем мире. А это книги российских институтов, это Институт мировой экономики и международных отношений, это Институт США и Канады, это Институт социологии и другие издания на иностранных языках, в основном на английском, которые мы издаем. Но есть книги и двуязычные, вот это большой альбом двухтомный китайский революционер в Советской России, он на русском или китайском, это о том, как китайские революционеры учились в 20-30-е годы в специальных высших учебных заведениях в России. Знаете, вот наших авторов, в том числе и иностранных авторов, можно увидеть в нашей программе, телевизионной программе «Встречи с издателем», которая транслируется в Ютубе на канале ТВ Брикс, ссылка есть на сайте издательства, вот таких передач вышло 37, и можно не только почитать наши книги, но и посмотреть, послушать, принять участие в беседе с нашими авторами, здесь вот несколько авторов, так сказать, вот представляем, в том числе Михаила Статьяновича Горшкова, академика, нашего выдающего социолога, социолога, Ричарда Сааква с его книгой «Россия против остальных», Людмилу Окуневу, бразилевьянку, бразилеветку нашу великую, вот, ну и в том числе и переводные книги, вот такие, как мы обсуждаем «Крепость Оскарсборка против крейсера Блюхера», это история Второй мировой войны, яркий сюжет о том, как начиналась война в Норвегии, или вот книга «Сталин и судьба Финляндии» Кима Рентола, который был гостем нашего издательства, ну вот такая программа у нас существует, кому хочется посмотреть, пожалуйста, милости просим, можно зайти на наш сайт и увидеть ссылку. Ну, знаете, я люблю Козьма Пруткова, он говорил, что если у тебя есть фонтан, ты его должен работу прекратить в нужный момент, поэтому вот в конце нашей презентации я предлагаю вам фотографию фонтана книг в Риме, вот он у нас не только в издательстве есть, но и в Риме такой, то есть, еще раз повторяю, переводная литература это необходимый элемент, и образования, и культуры, и я очень рад, если в нашей стране эта традиция не будет утрачена, хотя сейчас, конечно, день перевод.